Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Президент Казахстана завтра с рабочим визитом посетит российский Сочи. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы государства. Известно, что лидеры Казахстана и России, обсудя торгово-экономические вопросы, рассмотрят дальнейшие перспективы стратегического партнерства. Вопросы совместной торговли, логистики и культуры включены в повестку дня переговоров 24 августа, когда Касым Жумартукаев по приглашению Ильхама Алиева с официальным визитом посетит столицу Азербайджана. Телеграм-канал сообщает запланированные встречи глав двух государств в узком и в расширенном составах. Рейс Атрау Алматы будет выполнен. Серьезная задержка из-за внеплановой проверки технического состояния самолета. Об этом Аэростана сообщает. По информации перевозчика, сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна, выполнившего рейс Атрау, были обнаружены следы попадания птицы в двигатель. Эксплуатация борта приостановлена для оценки состояния. Ориентировочное время вылета 10 часов вечера. В авиакомпании просят пассажиров уточнять статус рейса на их сайте. В Тимиртау специалисты проводят техническое обследование многоэтажки, которая пострадала от газовоздушной вспышки. Эксперты предварительно заявили, что до укрепления плиты конструкции здания в доме проживать невозможно. Сейчас 155 человек, в том числе 15 детей, расселились по родственникам и также в общежитии колледжа. Жителям непострадавших подъездов разрешают забрать свои вещи в сопровождении специалистов ЧАЭС. Напомню, 16 августа из-за газовоздушной вспышки в пятиэтажном доме обрушились межкомнатные перегородки и плиты перекрытия четырех квартир между вторым и третьим этажами. В больницу были доставлены четверо человек. Только одного из них пришлось госпитализировать. Его состояние оценивается как стабильное. Отмечу, в доме проведено централизованное газоснабжение. Причина ЧП до сих пор не названа. Акмолинские полицейские выясняют обстоятельства смерти 23-летнего мужчины на шахте. Житель Айртауского района Североказахстанской области пытался незаконно проникнуть на территорию производственного объекта. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Сообщение о трагедии в поселке Бестобе накануне поступило управление полиции Степногорска. В рамках расследования уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза. В Шемкенте вышли из строя камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Без всевидящего ока один из самых оживленных перекрестков в центре города оставили рабочие строительные компании. Во время дорожных работ они повредили комплекс видеофиксации. Специалисты сейчас восстанавливают видеонаблюдение, но на это может уйти несколько дней. В социальных сетях одна из жительниц города уже опубликовала видео, где сообщила, что на этом перекрестке сбили ее супруга. А доказать ей это теперь оказалось сложно, поскольку камеры не работали. Однако в департаменте полиции заверили, что за последние дни там вообще не было происшествий. На работу других интеллектуальных камер в городе данный инцидент, по их словам, не повлиял. Сейчас в Шемкенте установлено более трех тысяч камер Сергек. Там проходили дорожные работы. В связи с этим там произошел сбой полностью, комплекс. Мы сообщили об этом. У нас есть техническая служба здесь, в департаменте. До 21 августа 2022 года они обещали устранить неполадки. На 178 миллионов тенге оштрафовали крупные промышленные предприятия за загрязнение окружающей среды в Акмолинской области. В ходе проверок экологи выявили ряд серьезных нарушений, которые связаны с выбросами в атмосферу и с утилизацией отходов. В числе предприятий-нарушителей экологического законодательства оказались золото-добывающая фабрика «Алтентау Кокштау», теплоснабжающие компании «Степногорская ТЭЦ» и «Макинск Жилу», коммунальная организация «Кокштал Суарнаса». Там не соблюдались требования при обезвреживании, утилизации опасных отходов, отсутствовали разрешения на эмиссию в окружающую среду, не выполнялись обязательства по охране природы и озеленения. Мы дали предприятиям время для устранения всех нарушений, выписали предписания и рекомендации. Все эти процессы находятся под контролем государственных экологических инспекторов. Всего было составлено 27 административных штрафов, взыскано 23 миллиона тенге. Взыскание по оставшейся сумме в 154 миллиона тенге направлено на исполнение судебной органы. Больше 40% озера Малый Талдыколи уже засыпали для последующей застройки. Более того, из него интенсивно выкачивают воду. Об этом заявили экоактивисты. Они напомнили, что еще 4 года назад был согласован проект Акимата по установлению водоохранных зон и полос для группы озер Малого Талдыколя. В документе были обозначены рекомендуемые границы. Это 500-метровая зона озера. Проект получил положительное заключение, но в итоговое постановление Акимата в 2020 году группа озер Малого Талдыколя так и не попала. По данным защитников, на уже засыпанных участках интенсивно строят жилые комплексы и социальные объекты. В планах возвести торговый центр и элитный коттеджный городок. Защитники вновь потребовали от властей города остановить намеренное уничтожение уникального озера. Они считают, что засыпка сопровождается не только многочисленными нарушениями закона, но и наносит ущерб в окружающей среде. Проблему озера обсудили эксперты и депутаты во время округлого стола. На водном объекте Малый Талдыколь не установлены до сих пор водоохранные зоны и полосы, как этого требует водное законодательство, действующий водный кодекс. То есть на всех водоемах должны быть водоохранные зоны и полосы. Это компетенция местного исполнительного органа. То есть это не комитет по водным ресурсам устанавливает их, он их согласовывает. А устанавливает и проекты все делает. Это именно местный исполнительный орган. Более 622 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь в августе. Помимо этого почти 170 тысяч детей до 6 лет из малообеспеченных семей получили гарантированный социальный пакет в виде продуктов и промтоварных наборов. Такие данные приводят в Министерстве труда и социальной защиты населения. На эти цели с бюджетом выделили свыше 80 миллиардов тенге. Напомню, из-за режима ЧП в январе казахстанцам продлили выплаты по АСП на 3 месяца этого года. И при этом новые получатели могли подать заявление через ЕГОВ. Сейчас заявление принимают в ЦОНах по месту жительства или на портале электронного правительства. В Алматы с 1 сентября прекращается финансирование программы Артспорт, благодаря которой дети бесплатно занимались в спортивных секциях. Причина – в местном бюджете нет денег. Об этом сообщил сегодня Аким Горда Ербулат Усаев на встрече с жителями Наурсбайского района. В то же время сейчас рассматривается возможность разработки городских программ для детей из категории социально уязвимых слоев населения. Для них занятия спортом будут бесплатными. Для Алматы, никого не обижая, иметь, наверное, отдельную программу, которая будет помогать, как вы сказали, родителям, которым нужна помощь на самом деле, которым не хватает возможности, финансовых средств, эту программу мы будем разрабатывать отдельно. Сейчас вот я дал поручение моему заместителю Арману Хракбаеву готовить программу из наших возможностей, но эта программа будет ориентирована исключительно на поддержку, кому это нужно будет. Популярному сервису по заказу такси предложили изменить схему найма водителей для своей платформы. Подобную идею на встрече с гендиректором компании Александром Аникиным озвучил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Багдад Мусин отметил, такая мера позволит обеспечить казахстанцев социальной защитой со стороны государства. Сегодня российский сервис работает с 63 таксопарками Казахстана. Это порядка 150 тысяч человек. Обсудил министр также вопрос гарантии безопасности граждан при использовании приложения. Так, водителей предложили идентифицировать, к примеру, биометрические с проверкой достоверности документов. Кроме того, Минтруда предложила финансировать такси для инвалидов из госбюджета. К событиям в мире. Число жертв из-за взрыва в мечети в Кабуле увеличилось до 21. Более 30 человек ранены. Среди убитых был также имам. По информации местных СМИ, инцидент произошел во время молитвы, когда в здании собирается наибольшее число людей. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что ударной волной выбило окна в соседних домах. Ответственность за атаку пока на себя не взяла ни одна из группировок. До 16 выросло число жертв горного паводка в китайской провинции Цинхай. Регион находится на северо-западе КНР. Пропавшими без вести считаются 36 человек. Стихия разбушевалась из-за проливных дождей, которые обрушились накануне. Осадки вызвали наводнение и оползни. Пострадали более 6 тысяч жителей нескольких деревень. В регионе объявили второй по степени серьезности уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. В спасательных работах задействованы около 2 тысяч человек. Среди них представители ЧАЭС, военной полиции и армии. Эпид-ситуация ухудшилась в России. За сутки в соседнем государстве выявлено более 35 тысяч зараженных коронавирусом. Таковы данные оперативного штаба. Это рекорд за последние 5 месяцев. 62 человека погибли. В антилидерах по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Отмечу, общее число инфицированных ковидом в России превысило 19 миллионов человек. Сильные ливни третий день не утихают на южном острове Новой Зеландии. В результате река вышла из берегов, затопила окрестности небольшого города Нельсон. Жители порядка 200 домов эвакуировали. Многие общественные места закрыли, дороги перекрыли. По данным синоптиков, за последние сутки на севере южного острова выпало более 300 миллиметров осадков. Генсек ООН Антонио Гутерриш прибыл во Львов, сообщается на сайте организации. Напомню, это уже второй визит главы ООН в Украину с момента начала военного конфликта. Гутерриш проведет переговоры с президентом Турции Риджепом Эрдоганом и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Затем Генсек ООН посетит один из трех украинских портов, задействованных в рамках Черноморской инициативы по зерну. И запланирована также остановка в Стамбуле, посещение совместного координационного центра. Напомню, открылся он в конце июля для содействия экспорту на мировой рынок зерна и удобрений, которые застряли в портах из-за эскалации российско-украинского конфликта. В съезде лидеров мировых и традиционных религий примет участие также глава Духовного управления мусульман России Муфти Равиль Гайнутин. Встреча представителей духовенства состоится в середине сентября в Нур-Султане, где обсудят роль духовных лидеров в социальном развитии человечества в постпандемийный период. Ожидается, что столицу Казахстана посетят порядка 130 делегаций из более 60 стран. По словам муфтия Духовного управления мусульман России, после тяжелых испытаний в пандемию физических, моральных, экономических роль духовенства заметно выросла. Он надеется, что съезд позволит эффективно использовать миротворческий потенциал традиционных религий. На съезде лидеров мировых и традиционных религий будут соответствующие рекомендации и призывы политикам, где идут конфликты, где идут кровопролития и войны, стараться остановить кровопролитие, гибель человеческой жизни и разрушение домов, городов и стран. Поэтому здесь роль духовенства – это миротворческая. Интенсивное садоводство набирает популярность в Туркестанской области. Все больше аграриев осваивают передовые технологии, получают качественную продукцию. Как пример, Казгурский район, где площадь таких садов превысила 100 гектаров. С работы одного из хозяйств накануне ознакомились депутаты Сената парламента Алибиктаев, Алимжан Куртаев. Они побывали в регионе, встретились с другими фермерами, к тому же рассказали об итогах работы Сената за прошедшую сессию и ответили на актуальные вопросы. Диверсификация сельского хозяйства – важный процесс. В первую очередь, для повышения дохода фермеров. Во-вторых, это позволяет увеличить урожайность. Поэтому не стоит бояться экспериментов. Нужно применять новые технологии и пробовать высаживать различные культуры. Например, тут выращивают яблоки. Это в два раза прибыльнее, чем выращивать пшеницу или хлопок. Сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате мира по боксу среди женщин, который прошел в Стамбуле. В нашей копилке серебро и четыре бронзы. Чествая призеров, президент Казахстанской Федерации отметил, что женский бокс набирает особую популярность. Нашим спортсменкам пришлось отстаивать пальму первенства среди 300 участниц из 72 стран. Выступавшая в весе до 51 килограмма Алуа Балкибекова стала серебряным призером. В боксе она с 11 лет. До этого занималась бальными танцами. А в прошлом году она стала чемпионкой Азии. Главной нашей целью было завоевать золото. Но и эти результаты – хорошее достижение, считают наши тренеры. Теперь мы готовимся к Олимпиаде. И наша задача сегодня – получить лицензии и добиться наград высшей пробы на предстоящей Олимпиаде. В целом популяризация данного вида спорта, женского бокса, на мой взгляд, идет отлично. И я думаю, что мы сейчас должны готовиться к самому главному соревнованию – это Олимпийские игры. И в этом плане мы сейчас сосредоточены и очень сфокусированы. Новый тренер, как вы знаете, пришел недавно. И он сейчас настроен на то, чтобы команда, которая сформирована, была полностью подготовлена к Олимпийскому циклу. В Карагандинской области проходит чемпионат страны под стрельбой штатного оружия и легкой атлетики. В нем принимают участие сборные региональных командований Национальной гвардии. Всего более 40 спортсменов. Военнослужащие состязаются в точности стрельбы из пистолетов, автоматов и снайперских винтовок. Чем габаритнее оружие, тем тяжелее с ним работать, отмечают военные. Стрельба с преодолением препятствий – самый зрелищный этап соревнований. Победу одерживает спортсмен, преодолевший трассу быстрее всех и поразивший максимум мишени. Состязания в меткости чередуются с легкоатлетическими забегами. Чемпионат завершится 19 августа. Военнослужащие посвятили его карагандинским солдатам – Мадьяру Кайсарову и Айбату Аманову. Напомню, они погибли во время январских событий. Нужно прицелиться. Дыхание очень большую роль играет. Также положение, стойка и не волноваться. Сотрудников службы спасения в США вызвала обезьяна. Звонок на пульт 911 поступил с территории калифорнийского зоопарка. На уточняющий вопрос полицейских на том конце провода никто не ответил, и правоохранителям пришлось приехать. И стало известно позже, что звонившая оказалась обезьяна Капуцин по кличке Рут. Работники зоопарка предположили, что примат мог украсть мобильный телефон из тележки для гольфа, который используется для передвижения по территории. Обезьяны Капуцины потрясающие. Они такие умные. Рут все время со мной и наверняка видел, как я пользовалась телефоном. Полицейские рассказали нам, что произошло. Мы сразу поняли, что это мог сделать Рут. Мы на этом закончим. Немного позже вернемся. До скорого.